Дорога в микрорайон Радыгина Дорога в микрорайон Радыгина открыта в краевой столице. Утром 11 июля возобновили движение с 20 по 21 километр трассы Петропавловск-Налычево. Напомним, что обильные дожди размыли дорогу в микрорайон. В среду местным жителям пришлось не сладко, часть из них опоздали с утра на работу. В грязи тонули машины, в том числе и высокие джипы. Преодолевать проблемный участок приходилось на вахтовке, затем люди пересаживались на автобус, который вез их до города. Гендиректора столовой, в которой отравились строители аэропорта, накажут на Камчатке. Следком завершило расследование уголовного дела. Как сообщили ранее, всё произошло в конце прошлого года. Работники ужинали в общепите, а потом несколько десятков человек были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Следствием установлено, что женщина в период с 4 октября 2023 года по 5 декабря 2023 года в столовое общежитие, расположенное на территории строящегося объекта в городе Елизово, организовала оказание услуг общественного питания, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. В результате которых 44 человека, занятых на объекте строительства, госпитализированы с признаками отравления в учреждения здравоохранения Камчатского края, где им диагностированы заболевания, относящиеся к группе острых кишечных инфекций. В рамках расследования уголовного дела проведены медицинские судебные экспертизы в отношении потерпевших, по результатам которых установлен вред, причиненный их здоровью. Следком собрал достаточно доказательств. Уголовное дело передали прокурору для утверждения обвинения и последующего направления в суд. Камчатского арбитражного суда В июне служба автодорог Петропавловска повторно провела процедуру на благоустройство микрорайона. На аукцион была подана единственная заявка от ООО «Альфаснаб». На этот раз в качестве опыта работ подрядчик представил ранее исполненный в 2022 году госконтракт. Проведенная контрольным управлением Петропавловска внеплановая проверка подтвердила соответствие участника дополнительным требованиям, что свидетельствует о том, что и на момент проведения процедуры, ровно как и на момент судебного разбирательства, подрядчик в полной мере соответствовал всем требованиям закона о контрактной системе. И работа на территории микрорайона сейчас в активной фазе. Счастье местных жителей не за горами. На данный момент в соответствии с разбитым на сектора участками мы начинаем работы от автомобилистов 29, автомобилистов 27 дробь 1, автомобилистов 27 и автомобилистов 31. Данные дома мы делаем в первую очередь, дабы исключить попадание грязи источных вод и с верхних отметок на низ лежащие отметки дома. Весь микрорайон разделен на четыре участка. Все работы проводятся в рамках технического задания. По ливневой канализации мы устанавливать будем решетки на лотки и проводим работы по установке бордюрного камня при домовых территориях. Ливневые лотки устроены таким образом, что со всех верхних домов вода будет собираться в эти лотки и уходить на проспект 50 лет Октября на красную линию в основной коллектор ливневой канализации. На благоустроенной территории появятся тротуары для комфортного передвижения пешеходов. Запланировано обустройство дополнительных парковочных мест, а также сохранятся зеленые зоны при домовых территориях. Работы вообще планируется завершить уже в этом году. То есть полностью благоустройство. Будем стараться. Со стороны подрядчика было подтверждено это, что они готовы выполнить все работы в этом году. Представитель Альфа-Снап отметил, что уже в ближайшее время специалисты готовы приступить к укладке асфальтопитонного покрытия у верхних домов. Горожан просят с пониманием отнестись ко всем неудобствам, связанных с ремонтными работами. Альфа-Снап обещает жителям микрорайона Мишенны-3, что совсем скоро они забудут про лужи и грязь и будут с комфортом передвигаться по своему району. 50 новых случаев ВИЧ-инфекции выявлены на Камчатке с января этого года. Показатель снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда было зарегистрировано 76 случаев заражения. Из вновь выявленных 47 человек – граждане России, один гражданин Молдовы и еще два человека – граждане Узбекистана, прибывшие на полуостров для трудоустройства. Среди вновь выявленных ВИЧ-инфицированных 60% составили мужчины, 40% – женщины. ВИЧ-инфекция в сочетании с туберкулезом выявлена у шести человек. В первом полугодии зарегистрированы роды у шести ВИЧ-инфицированных беременных. Все дети взяты под диспансерное наблюдение. В Краевом Роспотребнадзоре сообщили, что основной путь передачи вируса ВИЧ в Камчатском крае – половой. Подрядчик заплатит более 300 тысяч рублей штрафа за волокиту со строительством ФАПа на севере Камчатки. В Краевой прокуратуре рассказали, что ФАП в селе Слаутное Пенжинского района по нацпроекту здравоохранения должны были возвести к началу декабря прошлого года. Но подрядчик сроки сорвал и построил ФАП только в прошлом месяце. С учетом социальной значимости объекта и существенности последствий неисполнения договорных обязательств прокурор возбудил в отношении руководителя организации подрядчика дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях, то есть действия или бездействия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ с причинением существенного вреда охраняемым законам интересам общества и государства. Суд оштрафовал строительное предприятие на 307 тысяч рублей. По этой же статье суд оштрафовал более чем на 2 миллиона рублей подрядчика, который вовсе сорвал строительство ФАПа в селе Аянка Пенжинского района. Там медучреждения тоже должны были возвести в декабре прошлого года, но его нет до сих пор. Добавим, Пенжинский – самый северный район Камчатки, который находится примерно в 1300 километрах от Петропавловска. В Слаутном и Аянке проживает около 500 человек. Ближайшие районные больницы находятся более чем в сотне километров от этих сёл. Квартира загорелась в Петропавловске из-за сигареты. Мужчина, курящий в постели, едва не погиб в огне. Всё случилось ночью 11 июля на улице автомобилистов. Пожарно-спасательные подразделения были на месте уже через 6 минут. В ходе разведки огнеборцы обнаружили в квартире мужчину. Пожарные вынесли его из задумлённой комнаты и передали медикам. Мужчина госпитализирован. Предварительный диагноз – ожог верхних дыхательных путей и отравление угарным газом. В Краевом МЧС отметили, что с начала года на Камчатке по причине неосторожного курения зафиксировано 42 пожара, в которых погибли 3 человека. Не потушенные и небрежно брошенные спички или окурки, беспечное курение в постели – всё это может привести к необратимым последствиям. Курящий засыпает, сигарета падает на постельные принадлежности, диван, пол, что неминуемо приводит к возгоранию. Время тления непогашенной сигареты составляет около 30 минут. Температура тления составляет 420-460 градусов. И ещё более опасно брошенные спички, которые создают всего за 18-20 секунд своего горения температуру свыше 600 градусов. Вызвав тление горючего материала, окурок или спичка гаснут, а образованный ими очаг тления через некоторое время превращается в пожар. Спасатели предупреждают – крайне опасно курение в постели в нетрезвом виде, так как тлеющий окурок далеко не сразу даёт о себе знать и, как правило, к моменту начала пожара человек успевает заснуть. Выделяющийся при тлении угарный газ способствует усилению сонливости. В результате спящий человек оказывается не в состоянии не заметить начинающийся пожар, не принять меры к своему спасению. В эпицентре. Новое информационное ток-шоу запускает радио «Камчатка». Пилотный выпуск выйдет в прямом эфире в пятницу с 17 до 19 часов. Ведущая – Анжела Николюк. Обсудим самые горячие темы и события недели. Детали и подробности, комментарии и оценки. Что зацепило, возмутило, озадачило, обрадовало и позабавило «Камчатку» на уходящей неделе. Обсуждать резонансные темы ведущая будет с экспертами, гостями и радиослушателями. Подготовлены и новые ударные рубрики. Горячий микрофон дежурный по Камчатке. Добро пожаловаться. Гвоздь пилотного выпуска – дело о 88 участках. Земельный скандал в Елизовском районе обрастает новыми подробностями. Будет интересно. В эпицентре на 105,5 ФМ. Слушай и включай голову. Во второй части выпуска «Массмедиа Камчатка» смотрите. Снять квартиру в краевой столице хотела жительница Вилючинска, но попала на мошенника. Дополнительные рейсы в Новосибирск запустили из главного аэропорта полуострова. Спрос на юристов вырос на Камчатке. Подробности далее. Снять квартиру в краевой столице хотела жительница Вилючинска, но попала на мошенника. Обманутая женщина подарила аферисту 40 тысяч рублей. Женщина, воспользовавшись одной из интернет-площадок, подала объявление об аренде жилья. В этот же день с девушкой связался неизвестный и сообщил, что сдает квартиру, полностью подходящую под ее критерии. Ежемесячная оплата составляла 40 тысяч рублей. Мужчина попросил сообщить ему номер телефона для связи. Во время переписки они договорились о времени осмотра квартиры. Злоумышленник потребовал предоплату в сумме 20 тысяч рублей. Горожанка согласилась и посредством онлайн-приложения перевела нужную сумму на указанный счет. После этого злоумышленник скинул ей адрес сдаваемой квартиры и назначил там встречу. Спустя какое-то время псевдо-арендодатель снова позвонил женщине и сообщил, что есть другие люди, которых тоже привлекла квартира. И они, в отличие от нее, могут оплатить ежемесячный платеж полностью. Испугавшись, что квартиру снимут иные лица, девушка перевела мошеннику еще 20 тысяч рублей. Придя по указанному адресу, она так и не дождалась хозяина квартиры, а через некоторое время телефон злоумышленника был выключен. Осознав, что стала жертвой мошенников, горожанка обратилась за помощью в правоохранительные органы. Камчатцев призывают быть бдительными и не переводить деньги неизвестным. Обязательно проверяйте организации и людей, которым доверяете свои финансы. Алименты на полмиллиона рублей задолжал житель села Тигиль на Камчатке. Перспектива у 40-летнего мужчины была только одна – это уголовная ответственность. По делу работали судебные приставы сразу двух регионов. Часть года мужчина проводит в Тюменской области. Там живут его родители и бывшая супруга с детьми. Зарегистрирован на севере Камчатки в селе Тигиль. Сюда приезжает на Путину на заработки. Тюменские приставы ждали мужчину зимой. За неуплату алиментов его привлекли к административной ответственности. Судом были назначены обязательные работы. А по возвращении встретили камчатские сотрудники с обещанием привлечь уже по уголовной статье. В службе судебных приставов региона добавили, что мужчина официально трудоустроился в рыбопромысловую компанию. Теперь платежи на содержание сына и его дочери будут удерживать из его зарплаты. Дополнительные рейсы в Новосибирск запустили из главного аэропорта Камчатки. Сейчас выполняют 9 вылетов в неделю. Как сообщили в пресс-службе воздушных ворот региона, с начала весенне-летнего сезона пассажирам были доступны ежедневные рейсы. С 10 июля добавлены два дополнительных по средам и воскресеньям. Так, новые перелеты из Новосибирска выполняются в 20.45 по вторникам и субботам с прибытием в аэропорт Елизова 8.00 по средам и воскресеньям. Обратные рейсы запланированы на 9.10 с посадкой в Новосибирске в 10.50. Ежедневные рейсы из Новосибирска прибывают в аэропорт Елизова в 10.30 с обратным вылетом в 11.45. Подробности можно узнать на сайте аэропорта в разделе «Сезонное расписание». 30 тысяч рублей будут получать студенты, поступающие в вузы Дальнего Востока. Выпускники школ, которые успешно сдали ЕГЭ, уже в этом году смогут стать обладателями именной стипендии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Учредить такие выплаты для талантливой молодёжи поручил президент России Владимир Путин. Это позволяет нашим ребятам, которые сейчас выбирают направление дальнейшего профессионального обучения, развития, сконцентрироваться на учёбе и получить серьёзную поддержку от государства. Важно, чтобы сейчас через школы в том числе и через те механизмы информирования, которые наиболее востребованы у родителей, выпускников, эту информацию имели. Получателями стипендии станут абитуриенты, которые заработали 100 баллов по одному и более предметам ЕГЭ или завоевали звание победителя или призёра Всероссийских Олимпиад. Стипендия будет выплачиваться на ежемесячной основе с первого курса и до завершения обучения. Также дополнительные выплаты для высокобальников ЕГЭ вводит к МГУ имени Витуса Беринга. Для ребят, которые по сумме первого экзамена больше 240 баллов, то есть в среднем больше 80 за каждый экзамен, на первую депонию к нам поступят, мы будем в течение первого года выплачивать 20 тысяч рублей ежемесячно. В КМГУ отметили, что на стипендию уже подали заявление 4 человека. Спрос на юристов вырос на Камчатке. Изменения на рынке вакансий края изучил сервис ХХРУ. По его данным, спрос на персонал в регионе по итогам июня вырос на 3,4% по сравнению с маем. А топ-5 профессиональных отраслей по числу открытых вакансий возглавили продажи обслуживания клиентов с 22% от общего числа рабочих предложений. Остальные места в топ-5 заняли рабочий персонал, строительство недвижимость, производство сервисное обслуживание и транспорт логистика перевозки. Что касается динамики размещенных вакансий, то в регионе на треть выросло число предложений о работе для юристов. Также прибавили в числе размещенных вакансий такие отрасли, как страхование, закупки, безопасность, наукообразование. В то же время падение рабочих предложений наблюдалось в сферах искусства развлечения, масс-медиа, розничная торговля, автомобильный бизнес и административный персонал. Что такое аллергия и как от нее защититься, рассказали слушателям радио Камчатка. Гостем студии стала врач-аллерголог-иммунолог, заместитель главврача Краевого центра общественного здоровья Елена Комякова. Аллергия – это все же заболевание. Это заболевание, которое проявляется, может, совершенно разными видами, реакции бывают тяжелые, легкие и так далее. Но, по сути дела, любое аллергическое заболевание, оно имеет генетическую предрасположенность. Это доказано и обусловлено особой работой нашей генетики и, соответственно, иммунной системы. Иммунные реакции у всех разные. Кто-то реагирует легко, кто-то более тяжелого и так далее. Но вообще, пусковой должен быть всегда момент. Какой-то пусковой. То есть, да, человек здоров, на определенном этапе его жизни вдруг возникает аллергия. Значит, есть генетика и, соответственно, случился какой-то пусковой момент, пусковой механизм. Будет то инфекционное заболевание, будет даже беременность, будет, например, чрезмерная физическая нагрузка, ну и так далее, и так далее. Крапивница, отек квинки, анафилактический шок – все это проявление аллергической реакции. Специалист рассказала, как правильно помочь человеку при их возникновении. Первая помощь – это то, что мы можем, ну вот мы просто обыватели, люди, да, там, находясь где-то, например, в какой-то компании, у человека вдруг случается аллергия. Что делать? Во-первых, нужно быстренько-быстренько оценить, с чем это может быть связано. Если, например, человек чего-то поел, соответственно, нужно постараться удалить этот продукт из организма. То есть вызвать рвоту. Совершенно верно, да. Но если есть возможность там промыть желудочек и так далее, это будет очень хорошо. Но скорую вы уже вызвали. То есть первое – это вызов скорой помощи. Дальше действуем по ситуации. Ну, какие еще варианты? Например, инсектная аллергия. Укусила там насекомая, членистоногая, пчела. Постараться это место укуса охладить, удалить жало, охладить. Например, если человек пришел в квартиру и есть животные, или, например, даже в зоопарках это может случиться. При близком контакте. Конечно, его нужно удалить от этого животного, от этих зверюшек, чтобы минимизировать контакт с эрогенами. Ну и так далее. Елена Комякова рассказала радиослушателям, почему на холоде могут чесаться руки. И есть ли вообще такое понятие, как холодовая аллергия. Это особый вид. Так называемые физические аллергические реакции, физические крапивницы. Да, это реакции на холод. Причем не обязательно это может быть, например, низкая температура окружающей среды. Вы можете летом искупаться в реке, выйти оттуда и будете полностью обсыпанным так называемыми уртикарными популезными высыпаниями, которые характерны для крапивницы. Напитки со льдом? Безусловно, может. Причем напитки со льдом, холодные. Они могут локальные отеки вызывать. Опять-таки, ангиотеки вызывать. Поэтому это просто особый вид проявления. Он, конечно, не такой частый, как пищевые реакции или реакции на домашних животных. Но, тем не менее, да, это возможно, это есть. Согласно данным медицинского исследования, от аллергических реакций страдают более 70% россиян, 25% из которых хоть раз сталкивались с крапивницей. Всем же известен факт, что урбанизация, да, рост городов, рост промышленных производств, ухудшение экологии, там, экологических ситуаций. Добавление пластиков в продукты, да? Совершенно верно. Да, да, да. Все это влияет, конечно, влияет на человеческий организм. И поэтому страдает иммунная система. Она вынуждена все время нарабатывать какую-то защиту, придумать защитные, обходные, так скажем, пути, да, чтобы вот минимизировать те патологические состояния, которые возникают. Поэтому, конечно, это все влияет. Раньше, кстати говоря, да, наверное, и сейчас вот люди, которые родились и растут в деревнях, они значительно реже страдают аллергическими заболеваниями. Причем и на пыльцу, и на животных, хотя этого полно в деревнях, да, чем городские жители. Диагностировать аллергическое заболевание можно несколькими способами. Один из них – это лабораторная диагностика. У человека забирается анализ крови, и мы можем выявить аллергены. Можно проводить диагностику инвива, это, ну, что называется, на живом организме. Это кожные, подкожные пробы, аппликационные тесты. Кстати говоря, про холодовую аллергию ее очень легко выявить так называемым тестом с кубиком льда. То есть кубик льда на определенное время прикладывается на кожу человека, и потом мы смотрим, какая реакция доказана, есть аллергия или нет. То есть диагностировать достаточно эффективно и можно и просто. Ну, на Камчатке пока нет молекулярной диагностики, хотя и этот современный метод уже тоже существует. Он доступен, но в крупных городах он доступен. Полную видеоверсию эфира можно посмотреть в телеграм-канале «Радио Камчатка» и на ютуб-канале «Массмедиа Камчатка».